Творчество писательницы Агнии Барто неразрывно связано с детьми. В стране нет ни одного человека, который не знал бы строк «Идет, бычок качается» или «Наша Таня громко плачет». Однако мало кому известно о том, что автор всеми любимых стихотворений стала настоящим волонтером движения по объединению семей, утративших связь в годы Великой Отечественной войны. И случилось это благодаря поэме «Звенигород», написанной поэтессой после посещения в 1947 году «Звенигородского дома детей и сирот». Это история о детях, сиротах или потерявшихся во время войны, которые проживали в детских домах. И в послевоенное время Агния Барто посетила несколько подмосковных детских домов, в том числе и детский дом в Звенигороде. Инициативная группа жителей Звенигорода обратилась в администрацию округа с идеей установить в городе скульптурную композицию поэтесси и увековечить память о ней. Реакция была незамедлительной. Глава муниципалитета поддержал предложение и встретился с активистами. Это не просто лавочка, это прям композиция. И вся она должна быть как-то пропитана вот этой вот миссией, которую она себе несла. В Звенигороде проходит активная работа по благоустройству в рамках губернаторской программы «Малые исторические города», цель которой – благоустроить центр города и подчеркнуть значимые объекты. В связи с этим будет найдена площадка и для размещения скульптурной группы. Инициатива заключается в том, чтобы сделать мемориальное пространство в виде уникальной скульптуры, в том числе и с использованием интерактивных методов для того, чтобы создать новое общественное пространство в Звенигороде. Чтобы памятник появился в округе, необходимо пройти несколько важных этапов. Но все это меркнет по сравнению с тем, что сделала детская писательница во благо своих читателей. Хотим определить эти места, проработать эскизы, посмотреть, как это вписывается, как это будет восприниматься с разных точек зрения, обсудить с общественностью, потому что в Звенигороде сильное общественное движение, которое очень важно, и мы хотим двигаться как раз совместно с общественностью, с жителями, чтобы это было действительно новое общественное пространство, которое увековечит это событие.